ТОП ТВИНС ТОП ТВИНС ТОП ТВИНС ТОП ТВИНС ТОП ТВИНС Возвращаемся с ней по видеозвонку. Юлиана, привет! Привет, девчонки! Готовы к вашим вопросам задать. Юлиан, скажи, что было самым сложным при работе в музыкальных коллективах? Ну, мне кажется, самое сложное это найти точки взаимосоприкосновения. Причем не с самого начала, а именно уже в прошествии какого-то времени. Потому что люди, с которыми ты находишься в коллективе, это люди, которых ты видишь реально чаще всех. Чаще родителей, самых близких друзей, чаще своей второй половинки. И в какой-то момент, конечно, происходит такое, что вы устаете друг от друга, вы можете поссориться, и вообще глобально разойтись во взгляд на жизнь. Вот нужно, наверное, уметь иногда наступать на горло собственной гордости, уметь уступать и прислушиваться к тем, с кем ты работаешь. Это важно, и это на самом деле сложно. Первая группа, в которой прозвучало имя Юлиана Караулова, была ЕС. Можно нам рассказать про нее немного? Группа ЕС – это группа, которая занималась на тот момент одноименный журнал. Группу собрали с читателями журнала, впоследствии кастингов. И музыкальный продюсер объектива был Иван Урбин, который на тот момент, ну не то чтобы скрывал эту информацию, но не то чтобы сильно ее и оглашал. Ваня когда работал на музыкальном канале, он не был настолько популярным, как сейчас. Вот, он писал песни, а мы их пели. А почему-то он на тот момент не хотел афишировать, потому что это были его песни, и мы во всех интервьюх говорили, что это наши песни. Вот, но сейчас, когда была у него на его одноименной передаче, он меня спрашивал про это, типа, ну как, я твой первый продюсер. Мне было очень приятно, что он до сих пор помнит об этом. Никакой глобальной истории с коллективом не случилось, потому что группа прекратила свое существование, после того, как мы записали около трех или четырех синглов. Дело в том, что люди, которые ежемесячно сдают журнал, конечно, просто банально не успевают заниматься карьерой музыкального коллектива. Ну и что ж там, душой крови есть немножко другая специфика, поэтому как-то все так плавно сошло на нет. Около четырех лет ты была солисткой группы «Файста Фэмли». Чем запомнился этот период? Я была солисткой «Файста Фэмли» четыре с половиной года, на самом деле. Ну, это классный период. Попала я туда для себя весьма неожиданно. Все это как-то так случилось внезапно в один день. Но это было классное время. Для меня это суперкрутой опыт. Для меня это огромное количество событий. Для меня это невероятный рост для артистов, потому что, действительно, находясь в этом коллективе, я многому научилась. Я со мной познакомилась в индустрии, это тоже очень важно. Ну и на самом деле, несмотря на все, я с теплом вспоминаю этот период и ни о чем вообще не живу. Как и когда ты поняла, что готова к сольной карьере? Я бы не сказала, что я в какой-то момент поняла, что я готова к сольной карьере. Возможно, я никогда бы и не созрела, потому что сознательно я, конечно, хотела, но я всегда боялась делать такой отчаянный смелый шаг. В какой-то момент мы с ребятами просто начали ссориться, отношения в коллективе очень сильно испортились. Стало тяжело вместе, не то что работать, даже находиться в одном помещении, к сожалению. Ну и в какой-то момент стало понятно, что точки невозврата пройдены, слишком много было сказано и сделано. И я приняла решение уходить. На тот момент я просто уходила. Я уходила не в сольную карьеру, я просто уходила, но, естественно, логичным шагом, после того, как я пела четыре с половиной, ну на тот момент чуть меньше четырех, когда я приняла решение об уходе. Столько времени в группе, логично было дальше развиваться в этом направлении. Мне предлагали, скажем по секрету, пойти в еще одну группу. Но я подумала, что уходить из группы в группу это как-то, как минимум, со стороны, в принципе, даже странно. И решила, что раз судьба дает мне такой пинок, обстоятельства сложились таким образом, вот сейчас мне все-таки нужно решиться и попробовать. Поэтому я преодолела какие-то страхи, неуверенности и все-таки решила попробовать. Как ты думаешь, что помогло начать тебе такую головокружительную сольную карьеру? Ну, я думаю, что мне помогло начать головокружительную сольную карьеру не что, а кто. Это люди, которые на тот момент находились рядом со мной, которые мне помогли, которые меня поддержали. И я считаю, что это все, конечно, такой момент синергии, потому что это огромное количество винтиков, которые закрутили большой механизм. Спасибо огромное за беседу. Надеюсь, не замучили вопросами. Нет, спасибо вам. Всем слухавшим. Это была Юлиана Караулова и седьмое место рейтинга ТОП ТВИНС. Сначала телепроект, потом участие в женской группе, ну а позже сольная карьера. Все эти этапы уже прошла наша следующая участница, которой всего-навсего 22 года. Яркая девушка кубинского происхождения рискнула покинуть популярнейший коллектив и не прогадала. Теперь ее песни знают и любят по всему миру. Шестое место – Камила Кабелла. В 2018 году на музыкальной арене зажглась звезда мирового масштаба. Камила Кабелла выпускает суперхит «Хована» и становится главным ньюсмейкером года. Девушка покоряет всех и продолжает это делать по сей день. О том, что музыка и ее признание, Камила поняла в 13 лет, когда решила бросить школу и начать профессионально заниматься вокалом. Все свое свободное время Кабелла посвящала репетициям. Набравшись опыта, Камила решает принять участие в популярном шоу «Х-фактор». Однако первый сезон она пропускает по воле случая. Кабелла серьезно заболевает за пару дней до начала кастинга. Но не отчаивается и через год приходит на шоу. Правда, и тут девушке не везет. Ее выступление не транслировалось из-за нарушения закона об авторском праве. Но спустя время продюсеры все-таки решают дать бронетке шанс и предлагают место в группе «Фьюс Хармони». Дебютный мини-альбом музыкального коллектива разошелся как горячие пирожки и попал в билборд ТОП-200, оказавшись на шестой строчке. Кроме того, в течение 13-го года «Фьюс Хармони» побывали в каждом уголке Америки. Но уже через три года неожиданно для всех Камила Кабелла принимает решение уйти в сольное плавание. Певица записывает дуэт с Шоном Мендесом и штурмует все хит-парады. А чуть позже издание «Тайм» вносит исполнительницу в список 25 самых влиятельных тинейджеров 2016 года. И это было только начало. Идем дальше. И тут у нас эталон женственности, грации и красоты. Эта певица была одной из солисток золотого состава главной женской группы страны. И после ухода из коллектива многие ставили крест на творчестве этой исполнительницы. Многие, но только не она. Потому что речь идет о великолепной Вере Брежневой. Я знаю пароли, я вижу ориентиры. Такое ощущение, что она знает пароли и ориентиры абсолютно ото всех дверей и секретов. Вера Брежнева – настоящая икона женственности российской эстрады. Мужчины не могут отвести глаз, а девушки берут с нее пример. А все началось с 2002 года, когда в родной город Брежневой пожаловала группа «Виагра» с концертом. В тот день на сцену пригласили всех желающих спеть вместе с девушками песню «Попытка номер пять». И Вера не осталась в стороне. О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер пять. Естественно, Брежневу заметили продюсеры и пригласили на прослушивание, которое она успешно прошла и переехала из провинциального украинского городка в Москву. Тогда-то и появился золотой состав группы «Виагра». Трио находилось на вершине успеха. Однако постоянная усталость, частая смена обстановки и перемены в составе группы истощили Веру Брежневу. Летом 2007 года она ошарашила своих поклонников новостью об уходе из «Виагры». После ухода из коллектива Брежнева берет творческий отпуск длиною в год. А сразу после возвращается на ТВ в роли телеведущей на федеральном канале и записывает первые сольные композиции. Помимо всего этого, Вера принимает участие в самых популярных ТВ-шоу. А позже презентует суперхиты «Любовь в большом городе, любовь спасет мир». А также многочисленные дуэтные треки. И через пару лет собирает полный зал к року Сити Холла на своем сольнике. В шаге от тройки призеров сегодня остановился любимец миллиона девушек. Этот артист давно зарекомендовал себя как один из лучших на российской эстраде. Многие, наверное, уже не помнят, но он начинал свою карьеру в группе. А если быть точнее, в дуэте с Владом Топаловым. Четвертое место и тут у нас Сергей Лазарев. Сергей Лазарев – один из самых востребованных артистов российской эстрады. Да что уж там, дважды выступая на конкурсе Евровидения, Сергей захватил и сердца зарубежных фанатов. Так что все новинки Лазарева с нетерпением ждут по всему миру. Мы уже привыкли, что Сергей – сольный исполнитель. Но ведь все начиналось с популярнейшей в нулевых группы Смэш, которую Лазарев организовал вместе с лучшим другом Владом Топаловым. Сергей и Влад записали балладу на французском языке «Бэль», которая впервые прозвучала в мюзикле «Нотр-дам де Пари». Эта версия знаменитой песни стала такой популярной в России, что дуэт заключает первый профессиональный контракт с музыкальной студией звукозаписи. Весной 2002 года друзья участвуют в международном конкурсе «Новая волна» и становятся победителями. После этого успеха парни с головой погружаются в творчество и выпускают хит за хитом, штурмуя хит-парады по всему миру. В конце 2004 года группа Smash выпускает вторую и последнюю пластинку «Ту Найт». Почти сразу после ее издания Сергей Лазарев неожиданно для поклонников объявляет об уходе из коллектива. Уже через год Сергей выпустил свой дебютный сольный альбом «Don't be fake». И это был настоящий фурор. Поначалу артист делал акцент на англоязычные треки, но позже стал записывать песни на русском, и всенародный успех не составил себя долго ждать. Открывает тройку лидеров звезда мирового масштаба. Этого артиста любили в составе бойбенда и любят до сих пор, но уже как сольного исполнителя. Он записал десятки суперхитов, выпустил несколько альбомов, получил самые престижные награды. В общем, с уходом из коллектива он не прогадал. Третье место и Джастин Тимберлейк. Джастин Тимберлейк – популярнейший американский поп-певец, R&B-исполнитель, актер, композитор, продюсер, танцор, обладатель четырех премий Эмми и девяти премий Грэмми. Вот это карьера! Во время участия в популярном детском телешоу-клуб Микки Мауса Джастин знакомится с Джейси Чейзес и вместе с ним подумывают о создании бой-бенда. После окончания шоу в 95-м году Джастин и Джейси представляют миру группу N-Sync. N-Sync – суперпопулярная группа, состоящая из пяти молодых парней. Джастину на тот момент было всего 16 лет. Кудрявый, обаятельный подросток, не успевший даже закончить школу. Тимберлэйк быстро становится душой и лицом команды. В 97-м году группа выпустила первый альбом, который расходится 11-миллионным тиражом. За пять лет существования группы записала семь альбомов, получила три престижных награды, а Джастин становится секс-символом для миллионов девочек по всей планете. Однако славы лидера бой-бенда ему становится недостаточно. И в 2002-м году певец начинает самостоятельную деятельность. Он записывает свой первый сольник «Джестифайт» и получает за него сразу два Грэмми. Такой успех Джастина в первую очередь объясняется грамотно выстроенным пиаром. Взять хотя бы скандал с Джанет Джексон во время супербоула, когда Тимберлэйк случайно оголил ей грудь и якобы ушел в тень. На самом деле, это затишки Джастин потратил на создание нового альбома, после выхода которого в очередной раз покорил мировой шоу-бизнес и продолжает это делать. Эта девушка набрала такие обороты после ухода в сольное плавание, что теперь ее не остановить. Она забирает престижные премии одну за другой. Хиты, клипы, концерты, свой музыкальный лейбл, свой бренд модной одежды. Можно до завтрашнего дня перечислять ее заслуги. Обо всем по порядку. Второе место, и тут у нас Елена Темникова. Елена Темникова – успешная, популярная певица, которая в полной мере сумела раскрыться после ухода в сольное плавание. Сегодня она регулярно выпускает суперхиты, а билеты на ее концерты разлетаются за один день. Но такая яркая карьера началась, конечно же, со встречи с Максимом Фадеевым. Ведь именно продюсер предложил ей стать участницей группы «Серебро», которая сразу после основания отправилась на Евровидение 2007 года. После фурора на музыкальном конкурсе на девчонок обрушилась бешеная популярность. Группа «Серебро» выпускала хит за хитом, получила признание коллег и публики, а также стала обладателем множества наград. Спустя семь лет успешного пути в составе группы Елена Темникова покидает «Серебро», решив посвятить себя семье и сольной карьере. Причина ухода называлась много, вплоть до скандалов, служебных романов и конфликтов внутри группы. Долго сидеть без дела Лена не стала и уже через несколько месяцев выпустила первый сольный трек «Зависимость». Но настоящий успех и признание коллег Темникова получает спустя два года после выхода песни «Импульсы». А в 2018 году в «Кроку Сити Холл» состоялся первый большой сольный концерт, ставший частью грандиозного и первого для певицы российского тура. На сегодняшний же день Темникова популярнейшая певица и успешный предприниматель. Вот мы и на финише нашей программы. Первое место рейтинга «Топ Туинс». Эта певица давно не нуждается в дополнительных представлениях. Она икона музыки по всему миру. Но так же, как и все участники нашего чарта, она начинала звездную карьеру в составе группы. Еще не догадались? Настоящая звезда, да что уж там, королева Бьонсе. Свой великолепный путь Бьонсе начала в девичьей рэп-группе Girls' Time, в которой входили шесть участниц. Но юный коллектив проиграл все конкурсы талантов и был сокращен до квартета, получив название Destiny's Child. На первых парах девочки выступали исключительно на разогреве у популярных групп. Но через год после договоренностей со студией коллектив выпустил дебютный альбом. Диск был встречен публикой с холодком. Серьезный успех принес группе второй альбом, который стал мультиплатиновым. Вместе с успехом пришли и непонимания, размолвки внутри коллектива. Из квартета группа превратилась в трио, а единственной участницей обоих составов оказалась Бьонсе. Новая группа выпустила несколько альбомов, завоевала Грэмми, продала десятки миллионов дисков. Но распад коллектива был неизбежен. И в 2003 году Бьонсе начинает карьеру самостоятельной певицы. Дебютный альбом стал четырежды платиновым. Принес Бьонсе сразу пять статуэток Грэмми. А за главный сингл альбома Crazy in Love, записанный совместно с Джей Зи, восемь недель подряд возглавлял главный американский хит-парад Billboard Hot 100. Второй и третий альбомы певицы повторили коммерческий успех дебютного. А триумфом творческой биографии Бьонсе принято считать 52-ю церемонию Грэмми, где она была номинирована в 10 категориях и выиграла в 6-ти из них. На этом все. Это была семерка артистов, успешно отправившихся в сольное плавание. А ровно через неделю мы увидимся вновь, чтобы поделиться новой семеркой самых-самых в программе ТОП ТВИНС с Анней Заложной и Машей Заложной. Всем пока! ТОП ТВИНС с Анной и Малией Заложными.